Кисти краски он сменил на тюбе клея от хода производства. Владимир Каргин из Тетюш рисует исключительно стружкой. В материале нет недостатка, его поставляет местный механический завод. То, что раньше шло на свалку, теперь обретает вторую жизнь на полотнах мастера. Благородный металл, как украшение герба Российской Федерации. От обилия желтого цвета на панно захватывает дух. Но, как оказалось, золотом здесь и не пахнет. Материалом для создания картины послужила металлическая стружка. Эта работа была сделана два года назад. Уникальна тем, что она создана из металлической стружки. Ему не нужны кисти и краски. Он, как магнит, притягивает металл. Даже самый негнущийся кусок железа в сильных руках художника превращается в пластилин. Я много экспериментировал и на бумагу, и ДВП за основу брал, и на холст тоже пробовал. Но все-таки остановился на ДВП. Десятки тюбиков супермомента, несколько килограммов металлической стружки и пару месяцев работы. И картина готова. Идея превратить ненужные отходы в произведение искусства у Владимира Каргина возникла еще 4 года тому назад на работе. Теперь механический завод – главный поставщик материала. Я сам работал на механическом заводе и первый раз обратил стружку не как на производственный мусор, а как на материал для творчества. Первое время рисовал то, что видел. Даже петух со двора стал героем картины. Сейчас предпочитает жанр монументальной панорамы. Художник трудится над изображением главной достопримечательности Лондона – Биг Бена. Увлечение главы семейства супруга Светлана Каргина поддерживает. Но принять активное участие пока не приходилось. Роль муза ей гораздо ближе. Отношусь я к этому хорошо. На все время у него хватает. Где времени не хватит, там может быть я помогу. Так все положительно. С каждым днем художник из Тетюш набирает все больше популярности. Его работы уже украшают известные московские квартиры. Владимир Каргин – неоднократный участник лучших выставок России. В октябре он отправится в Албанию. Фируз Насырова, Рустам Садреев, Вести, Татарстан.